Коллеги, всем привет! Не знаю, к кому я сейчас больше обращаюсь, наверное, просто в целом к тому человеку, который работает в индустрии MLM, в сетевом бизнесе. Честно скажу, накипело. Никогда не думала, что мне придется поднимать какую-то тему, но рамки переходят границы. То есть сейчас пошла волна, когда лидеры другой компании прямых продаж начинают показывать себя изнутри. Они, следя за информацией, которая просачивается с каждым днем все больше и больше, начинают банить в соцсетях, удалять из групп и так далее и тому подобное. Давайте сейчас поговорим о лидерстве. Сильный лидер – это лидер, который держит нос по ветру и не с целью того, чтобы прийти в другой бизнес. Да если ты сильный лидер, встреться с человеком, узнай, чем он занимается, узнай подводные камни, узнай о предложении, оповести своих консультантов, своих дистрибьюторов, своих партнеров. Удалить из списка своих знакомых, добавить в черный список – это не выход. Мы живем в другом измерении времени, когда информация дойдет не с этого источника, так с другого источника. И сейчас, когда вышестоящие лидеры ставят перед тобой условия, или это компания, или это выбирай, да какое моральное право вы имеете это делать? Это не работа по найму, это бизнес свободный, бизнес отношений. О каких отношениях вы тогда говорите, если вы в рамке человека поставили и говорите, это сделать можно, это сделать нельзя? Ребенка нельзя поставить в рамке, вы для него пример. Нельзя ребенка оградить от чего-то плохого, когда он ходит в школу, в сад и так далее. Только своим примером, своим пониманием. И если ты сильный лидер, за тобой пойдут. И тогда не надо ничего бояться. Мне говорят, ты уводишь моих людей, моих ключевых. На вопрос, кого я увела, нет таких. Я даю информацию. И первое, чему нас учит сетевой, составь список и оповести первых 100 человек, чем ты сейчас занимаешься. Человек сам вправе решать. Мы живем в свободное время. Девочки, вообще, о чем, о чем вообще у нас сейчас встает вопрос? Или что, нельзя человеку, например, строить бизнес в одной компании, а пользоваться продуктом другим из другой компании совершенно не перекрестным? Почему мы не говорим об этике, когда из бизнеса уводят из одной структуры в другую, мы не защищаем своих партнеров, но когда это происходит действительно с человеком, за которым пошли, это испуг? Ну, будь сейчас честным сама перед собой. Зачем портить себе репутацию, я скажу так? Понимаете, создавая сейчас такой резонанс, баня людей, удаляя в черный список, ставя в какие-то рамки, вы сами нам помогаете, потому что анти-пиар это тоже пиар, и еще больше людей будут узнавать о новой возможности, они будут сравнивать. Поэтому не пообщаться с человеком, это не лидерский подход, уже повторяюсь. Я сейчас скажу то, что делаю я. Я делаю все четко по системе, еще будучи в другой компании прямых продаж, я говорила, что я прилежная ученица, и поэтому у меня был результат. Да, я делала так, как учила система, так, как говорили успешные лидеры. И сейчас, когда я предлагаю человеку пообщаться, который, ну, возможно, да, нас отделяет времени, конечно, нельзя в компании за месяц достигнуть того, что достигают лидеры 15-20 лет в компании. Это разные весовые категории. Но, опять же, как нас учат успешные люди, окружи себя успешными людьми, окружи себя успехом, общайся с ними. Достаточно посмотреть пять человек, на которых, да, из твоего круга общения, и мы знаем, что наш предел финансовый – это то, что они получают в сумме. Поэтому я делаю все правильно, я расширяю круг своего общения. И если я предлагаю человеку встретиться и пообщаться, допустим, в скайпе или при личной встрече, это не значит, что я его переманиваю. Это абсолютно две разные вещи. И надеюсь, что сейчас, послушав мою позицию, ты с этим согласишься. Могу сказать совершенно честно и открыто, что я сейчас понимаю лидеров, которые пришли в компании, там, 15-20 лет назад. Это, безусловно, легендарные компании, у которых классный продукт, четкая система. Могу даже назвать такие компании. Это и Амвейт, и Эйвен, и Арифлейм, и Мэри Кэй. Безусловно, да, ты лидер, ты находишься в зоне комфорта, ты получаешь достаток, у тебя есть машина, ты ездишь, путешествуешь. Вопрос, человек, который сейчас приходит, вот сейчас, какие шансы у него получить хотя бы десятую часть того, что имеешь ты. И когда мы обещаем вот такую картинку, смотри, какая я, чего я достигла. Ну, заведомо мы даем некорректную информацию. Я бы сказала, что, ну, заведомо есть какой-то обман. Да, вы потом себя защищаете, говоря, не все будут, ты не обучался, ты делал по-своему. Общая картина какая? Когда я задаю конкретные вопросы лидерам, ты получаешь классно, ты молодец, ты проделала работу, у тебя в структуре сколько получают, сколько вышли на доход. Мне сразу начинают говорить, а зачем тебе это? И что ты хочешь доказать, что мой бизнес не работает? Да не хочу я доказать. Я хочу, чтобы люди четко понимали, куда они идут. Потому что новичку, как никому другому, можно надеть розовые очки и преподнести красивую информацию. Вопрос, зачем, кто куда идет, у кого какие цели. Да, если ты хочешь прийти за признанием, за красивым лицом, образом, это лучшие компании на сегодня. Но вопрос, мы сейчас говорим о деньгах. И наверняка сейчас вы понимаете, о каких там двух компаниях я говорю, но я специально не буду говорить об этом, потому что есть тенденция в целом, и ни одна такая компания, которая сейчас уже в стагнации, и это не мои слова, это факты, которые приведены в ассоциации прямых продаж. Да, я выбирала компанию по определенным показателям. Стабильность, классный продукт, большая, мировая, но не всегда на классном продукте можно заработать. И сейчас пришел на рынок совершенно другой инструмент. Он более перспективный, он более легкий. Я никого не отзываю пользоваться тем, что вам нравилось. Ведь и на работу люди устраиваются, они не клянутся, что они будут работать всю жизнь, сколько живут в одной организации. Они выбирают там, где лучше, там, где больше платят, там, где им больше нравится директор. Так почему, когда в сетевом люди имеют право выбрать, мы начинаем строить какие-то рамки и доказывать, что этого делать нельзя, и упрекотетик, и тому подобным. Будь честным перед самим собой. Ты достигла, да, хорошо. Твои люди, смогут они это получить или нет? И я, возможно, да, я несу сейчас такую миссию, да, я говорю людям факты, но я говорю правду, и моя совесть чиста. И я не считаю, что я перешагнула, пошла по головам, нарушила этику. Как раз-таки были случаи, когда этику нарушали, будучи, когда я строила команду и видела людей в этой же компании, но в чужой структуре. Это нарушение этики. Наверное, говорить можно много. Эмоций много. Буду ценить ваше время, буду ценить свое время. Если хочешь разобраться, всегда открыто к общению. Если ты настоящий сильный лидер и считаешь, что я заблуждаюсь, позвони, напиши, давай обсудим, убеди меня, что это не так. Ну, а если ты новичок, ты имеешь право знать в те факты ту правду, которая есть и которая ждет тебя. Я желаю всем достичь того, чего он хочет. Быть честными перед самим собой, быть успешными. Самое главное, быть счастливыми, потому что цели, амбиции у всех разные и нельзя всех людей приравнять. С вами была Олеся Селезнева. Я всегда на связи, открыта для общения. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok